Здравствуйте, дорогие подписчики! На календаре 25 декабря вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Сегодня мы расскажем, стоит ли беспокоиться из-за снижения закупочных цен на подсолнечник, каковы перспективы от медной экспортной пошлины на пшеницу и когда государство перепишет все сельхозугодия страны. Эти и другие новости далее в выпуске. На прошлой неделе переработчики подсолнечника резко снизили закупочные цены, отмечает аналитический центр «Савекон». В среднем по стране цена опустилась на 900 рублей за тонну, до 35 800 рублей без НДС. При этом отдельные покупатели снижали прайс даже на 2-3 тысячи рублей. Мы знаем, что вы пристально следите за ценами, потому что многие еще придерживают урожай и вас, конечно, злит, когда мы цитируем представителей масложирового союза, которые обычно предрекают скорое падение. Но тем не менее цены диктуют именно они и к маслопереработчикам все равно приходится прислушиваться. Что будет дальше с ценами на подсолнечник? Маслозаводы говорят о рекордном урожае масличных, об экспортных пошлинах на масло и потому не обещают сельхозпроизводителям высоких цен. Этой же позиции придерживается «Савекон». Он говорит о том, что цены будут снижаться. Дополнительным фактором падения станет снижение экспортных цен на подсолнечное масло. На прошлой неделе оно, кстати, подешевело на 80 долларов, до 1295 долларов за тонну ФОП. Аналогичную позицию высказывает «Про зерно». Аналитики говорят, что в январе экспортная пошлина на масло увеличится на 4 доллара и составит более 280 долларов за тонну. Экспортная пошлина была рассчитана, исходя из индикативной цены, 1400 долларов за тонну масла. При этом реальная цена на масло в январе останется на уровне 1300 долларов за тонну, сообщает портал Oil World. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, общаясь с агроинвестором, отметил, что падение не так уж страшно. На самом деле заводы сформировали запасы подсолнечника на январь и на этом фоне резко сбросили номинальные цены. Цена продажи на самом деле выше, по 35 тысяч рублей за тонну никто не везет, говорит Рылько. Реальная цена, по его словам, составляет около 36,5 тысяч рублей за тонну. Ну и все же, объективно, запасы подсолнечника в стране очень большие. По данным Росстата, на конец ноября в сельхозорганизациях оставалось 3,2 миллиона тонн маслосемян подсолнечника. Это на 54% выше, чем на аналогичную дату прошлого года. Кстати, тенденция придерживать урожай, характерный для соседней Украины. Там цены на подсолнечник в преддверии нового года тоже стали немножко снижаться. Но поскольку нет неэкспортной пошлины на масло, то семена на ФОБе стоят около 600-628 долларов за тонну без НДС, тогда как в России маслосемена стоят всего 485 долларов за тонну. Ну и судя по тому, что мы наблюдаем с августа, лучшим временем для продажи подсолнечника была уборка. А вот январь пока не выглядит очень прибыльным месяцем для тех, кто еще держит урожай. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев назвал стратегической ошибкой регулирования рынка АПК. По его словам, попытки государства сдержать цены на продовольствие приводят к вымыванию доходов из сельского хозяйства. Экспортная пошлина, по словам Гордеева, уже забрала из отрасли порядка 100 миллиардов рублей. Как их теперь справедливо распределить внутри отрасли, задается вопросом вице-спикер Госдумы. Плановая экономика уже показала, что справедливо распределить невозможно. Это всегда субъективное решение. Политик заявил, что российские пошлины подняли мировые цены примерно на 20 процентов и опустили цены на зерно внутри страны. При этом материально-технические ресурсы на производство зерна продолжают дорожать. Себестоимость пшеницы, например, может дойти до 14-15 рублей за килограмм в следующем году. Это вынудит некоторые хозяйства отказаться от этой культуры. Алексей Гордеев отметил, что на месте правительства он бы сейчас объявил, что пошлины будут отменены, чтобы аграрии более смело сеяли и мы получили больший урожай. Позиция депутатов Госдумы такова. Надо перейти от регулирования цен к поддержке малоимущих слоев населения, подчеркнул вице-спикер. Он намекнул, что Минсельхоз эту позицию тоже поддерживает, но министр не хочет лишний раз обострять ситуацию. И ведь действительно, отнюдь не Минсельхоз продвигает идею сдерживания цен на зерно. Это инициатива Минэкономразвития. На прошлой неделе, например, это ведомство предложило новые три варианта расчета экспортной пошлины на пшеницу. Если цена дойдет до 375 долларов, то взимать с каждой тонны будут уже не 70, а 80 процентов. При цене более 400 долларов изымут все 90 процентов, которые начислены свыше 200 долларов. Аналитики говорят, что мировые рынки в текущем сельхоз году вряд ли столкнутся с толь высокими ценами. И, скорее всего, Минэкономразвитие действует превентивно, на перспективу. Кроме того, на прошлой неделе это же самое ведомство подготовило законопроект, который документально закрепляет факт введения ежегодной квоты на вывоз зерна. Теперь она будет с 15 февраля действовать каждый год. Когда в России начали действовать экспортные пошлины, некоторые писали в комментариях, мы сократим посевы пшеницы. Но площади под озимой пшеницей в этом году действительно сократились примерно на миллион гектаров. Впрочем, давайте посмотрим, кто действительно от слов перешел к делу. По данным аналитического центра «Русагротранса», сократился примерно на 700 тысяч гектаров озимый клин в Поволжье и на 300 тысяч гектаров в Центральной России. В целом, посевные площади Игорь Повенский оценивает 18,8 миллиона гектаров, что немного ниже уровня 2020 года. Что касается юга, то здесь аграрии сеяли, сеют и будут сеять. Глава Икар Дмитрий Рылько отметил, что на юге площади посева пшеницы и рапса просто рекордные. Сокращение в Поволжье он объяснил засухой, а в Центре тем, что весной погибшие площади хозяйство пересевали яровыми культурами и просто не успели подготовить почву под озимку в этом году. Так ли это на самом деле, мы надеемся узнать из ваших комментариев. По данным Минсельхоза, площадь озимого сева составила около 19 миллионов гектаров. И будем надеяться, что все эти площади успешно перезимуют, потому что у нас в Ростовской области, например, ночная температура уже опускалась до минус 23 градусов ночью. Как обстоят дела у вас? Напишите в комментариях, это очень интересно. Интересное исследование провела компания Ромир. Аналитики подсчитали, насколько выросли цены на товары, которые ежедневно покупают люди. И пришли к неутешительному выводу. Потребительская инфляция к концу ноября составила 17% в годовом выражении. В отличие от Росстата, который считает месячную инфляцию по условной корзине, куда включено несколько сотен товаров и услуг, Ромир сфокусировался именно на ежедневных покупках. Рассчитанная таким образом инфляция более чем вдвое превышает официальную цифру Росстата – 17% против 8,4% по оценке госструктуры. Сами россияне, исходя из своих личных ощущений, также оценивают инфляцию в 17% с хвостиком. При этом каждый пятый гражданин уверен, что страна находится на грани гиперинфляции с ростом цен на 30% и выше. По данным Минэкономразвития, за последние 12 месяцев курятина подорожала на 29%, говядина на 15%, гречка на 24%, яйца на 21%, морковь на 35%, картофель на 62%. И, кстати, селедка под шубой, которую мы все будем готовить, по данным Сбермаркета, подорожала на 16%. Банк России с начала года уже четырежды пересматривал свой прогноз по инфляции в целом, не только продовольственной, и повысил цифры с 4% до 8%. Премьер-министр правительства Михаил Мишустин считает инфляцию в России платой за открытость экономики и призывает Кабмин системно принимать меры. На этой неделе Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о создании в России реестра земель сельскохозяйственного назначения. Реестр будет содержать количественные характеристики сельхозугодий, сведения об использовании участков и о состоянии плодородия. Как пояснила зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина, реестр поможет более тщательно следить за качеством сельхозземель. Сегодня государство получает сведения о плодородии участков, по сути, только по результатам государственного мониторинга, который проводят подведомственные Минсельхозу агрохимслужбы. Но, к сожалению, государственного финансирования не хватает, в результате чего в 2021 году, например, обследования были проведены только на 7 миллионах гектаров, в то время как всего в России числится свыше 193 миллионов гектаров сельхозугодий. Глава правительства Михаил Мишустин пояснил, что закон хорош, потому что позволит инвесторам активнее искать земельные ресурсы и вовлекать их при создании проектов ВПК. Стоимость кормов у производителей молока в этом году выросла на 40%. Такой комментарий агроинвестору дал генеральный директор группы компании Кабош Дмитрий Матвеев. По его словам, экспортные пошлины на зерно не дали никакого преимущества животноводам, ведь рацион буренки состоит не только из пшеницы. Значительно выросли в цене белковые компоненты, шроты. Здесь не последнюю роль сыграл обвал рубля, поскольку соевый шрот зачастую импортируется. По словам Матвеева, для развития агробизнеса необходимо не вводить ограничения на экспорт, а создавать условия, которые бы стимулировали производство. Сейчас Минсельхоз распределил по регионам субсидии на закупку кормов, всего 10 миллиардов рублей было выделено, и призвал аграрии сеять больше сои. Этой культурой мы не обеспечены, шрот приходится ввозить из-за рубежа. В нынешнем году аграрии собрали 4,9 миллиона тонн сои. Минсельхоз хотел бы, чтобы к 2025 году урожай дорос до 6,5 миллиона тонн. Однако остается нерешенным вопрос с зелеными кормами, которые составляют основу рациона молочного стада. Ведь затраты на их производство также выросли, в том числе за счет стоимости ГСМ и удобрений. Ну и отличная новость в конце. Ученые из Австралии придумали, как можно уменьшить вредные выбросы метана в атмосферу. Компания North Atlantic Organics попробовала кормить коров водорослями аспарагопсис, поскольку они повышают надой молока, и обнаружила неожиданный побочный эффект. Водоросли уменьшили количество метана, который коровы выделяют в атмосферу. Вообще, мировая общественность очень сильно обеспокоена качеством воздуха, который выпускают коровы. На крупный рогатый сход приходится до трети выбросов метана в атмосферу. Одна корова за год производит столько же парниковых газов, сколько небольшой автомобиль. Однако, если использовать в корме водоросли, то объем выбросов сократится на 40%. Сейчас австралийцы озабочены вопросом, как можно искусственно выращивать аспарагопсис в больших количествах, ведь процесс это дорогой и трудоемкий. Ребята, южное полушарие, если вы нас смотрите, не спешите. Вполне возможно, что в ближайшие несколько лет с действующими ценами на минеральные удобрения Россия покажет вам пример, как можно безо всяких водорослей очень быстро при помощи одного только ножа сократить выбросы метана в атмосферу и поставить на рынок рекордное количество говядины. Хотя мы, конечно, надеемся, что до этого не дойдет. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что остаетесь с нами. Комментируйте, поддерживайте и пересылайте ссылку на этот ролик своим друзьям. Всего доброго! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!